моему закладу уже 7 роков 2017 года вен против я хотел какой-то до свой проект сделать я думал в эксперты я понял что если в корейских пирожках я родился и вырос землях дальнего востока зеленого клина и там самый популярный стрип футбол это танцы в киеве в украине такого блюда не существовало поэтому когда нужно было придумать свой проект что-то инновационное самое инновационное что я смог придумать это корейский пирожок я его подаю с кимчи и морковкой ну и соусом я богданов бывший офицер фсб доброволец а то ресторатор писатель мистик боец рдк я с детства мечтал быть военным ну то есть из пеленок знал что я буду по-любому вот именно военным но у меня было плохо с математикой физикой и я не мог поступить просто не военно-морской не там в летное училище единственный вуз военный где не надо было только гуманитарной науки это был пограничный институт фсб и я стал операм закончил факультет оперативно-развухной деятельности я служил в республике дагестан принимал участие в так называемой контртеррористической операции абсолютно искусственный конфликт я в этом убедился как кремль вот создает эти искусственные зоны напряжения чтобы силовики обкатывались деньги списывались повесточка на россии 1 всегда показывали эту картинку вот враги вот хорошие наши парни я это все увидел своими глазами я точно знал что когда началась уже война что я поеду меня очень впечатлил ли не напад как падал памятники ленину антикоммунистическая риторика в том что я ненавижу все левое ненавижу коммунистов ну на тот момент я боролся против путинского режима и верю что война как-то тогда перекинется на территорию россии хотя это мы видим да спустя 9 лет что она сейчас уже перекинулась наши рейды белгород это доказали но лично для себя тогда в четырнадцатом году я брал вещей где-то до ноября месяца и я был уверен что я погибну где-то вот вот летом приеду 8 и погибну все четырнадцатом году я попал на с батальоном донбасс на иловайское направление я не попал в котел хотя я очень хотел мне не хватило места в автобусе там чуть ли не плакал говорю куда-нибудь меня не знаю на крышу привяжите мне надо в котел мне надо в котел носим мы помним что у меня был срок до ноября месяца умереть но героически воевать поэтому я хотел сам уже суме не хватило места и я ездил в группе жака там я попал в первый репортаж это была разведгруппа которая ездила там по всей округе собирала данные мы могли заехать населенный пункт зайти магазин и спроса спросить а какая тут власти горят ну вообще минут 30-40 назад до вас были типа вот эти вот ополченцы а теперь вы ну и реально мы были единственны кто в эту информацию все собирала когда был выход из котла мы собирали бойцов собрали там больше там под 150 больше стоит человеку собрали их с полей прям вывозили или мотались там первый опыт боевой был там первые минометные обстрелы как населенные пункты теряются как блин вот и только что забрал едешь еще за людьми знаешь там раненый лежит а уже населенный пункт заняли уже не можешь его спасти ну там был правый сектор пески донецкий аэропорт две ротации верхняя торецкая там такая диверсионная работа очень тоже интересная когда-то по железной дороге там по россыпи там буквально не залазишь и слушаешь прям их разговоры это так киношно и опасно вот ну тогда еще не знал что будет двадцать второй двадцать третий вот это все будет вообще детский сад гуча гастоми все погнали мы просто вырывались гущу событий там колонна идет мы и ждем там гучу окружили а мы там еще там и мы там все равно туда просачиваемся надо вынести трофейные стволы потом эрпень был очень стрессовый момент это вот как раз вторые сутки войны когда нам поставили задачу мы обнаружили колонну с которую нашу сожгли она выходила с гастомира на бучу десятников и там вот как стоит урал они бойцы видно контрактники на украинские да они готовились к войне у него на оружие они все сидят я думаю блин 8 лет готовились наверное где-то воевали в а то может вы погибли в самом начале вы не увидите вообще ничего просто ничего не увидите это так обидно умереть в первые сутки войны я покажу тебе море на змеиный и на запорожский фронт белгород много не был и это все на пластинах с несущейся рукой каждый раз когда я возвращаюсь после выполнения боевой задачи у меня недели две вообще рука не поднимается она просто висит плетью ну на адреналине ты там двигаешься а потом это до после ранения вышел и думал куда же идти служить ну я вообще не верил что это получится русский добровольческий корпус организовал денис white rex с другими русскими динамышленниками которые к нему присоединились rdk это военно-политическая платформа которая готова видеть всех то по своим морально-деловым качествам готов взять руки оружие сражаться с режимом но так получается что большинство таких людей которые на практике оказываются с тобой рядом на штурме окопов но они в основном правы ну либо центристы я например сам центрист у нас есть люди которые бежали от мобилизации которая была объявлена в европу а в европе они осознавали что они все-таки блин их выжили из их родной стороны и они хотят с этим что-то делать и они все-таки поедут воевать они поедут воевать за украину вот такие люди приезжают показывают себя просто фантастически круто но у них никакого военного опыта нет там это моряки это какой-то скрипачи ну воюют прекрасно оголтелые очень я вообще когда вступал в рдк я говорил что угодно но только не дырга что угодно но только не через границу в россию любой фронт любые задачи но только не это это был такой метафизический ужас какой-то страх ничем необъяснимый казалось все ты пересупишь границу у тебя как муху вот это тапком сразу хлоп и все или это необъяснимое это куда 25 кадр оказалось что ну голем на глиняных ногах и это обычная боевая работа ничего страшного в этом нет это абсолютно психологический фактор вот и в дальнейшем я видел как люди тоже также с глазами по 5 копеек первый шаг делают а потом кто не выполняют такую авантюрные задачи на территории российской федерации что просто на газ и получает И получается, повстанцы, которые пришли освобождать Россию, а где федеральная власть? И это был очень яркий звонок для элит. Сегодня РДК – это военно-политическая платформа, которая помогает Украине военным путем выйти на границу 1991 года. Для Украины война на этом уже закончится, для нас она продолжится. То есть это будет борьба за полный демонтаж путинской системы, путинского режима, вообще политического строя там. Ну и, соответственно, как мы уже видим сейчас, это борьба за приграничную зону, ее делиматеризация. А сам я вообще этнический украинец, так что мне вообще все просто. У меня кармический камбэк, то есть я реально вернулся на землю своих предков, потому что мои предки в 1880-х, в 1890-х годах переехали на Дальний Восток. Там украинцы женились и выходили замуж за украинцев. Ну и если уж по-честному, то у меня нету никаких россиян. У меня все украинцы в крови. Ну, ментально, понятно, я был воспитан там и вот прошел период очищения за 9 лет. Я здесь поменялся и обрел какое-то, да, больше укоренился, спокойствие. Да, Украина мой дом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!